Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным событиям прошлой недели. Собственно, как и обещал, по прошествии определенного времени я снова встрою, снова с вами слежу за финансовыми площадками, стараюсь отслеживать самые интересные события, анализировать то, как они влияют на финансовые инструменты в моменте и пытаюсь, конечно же, прогнозировать, есть ли у нас шансы дождаться какого-то дополнительного резонанса от этих событий чуть позже, в перспективе какого-то времени. Еще раз снова повторяю и делаю акцент на то, что фундаментальный анализ – это, конечно же, анализ, который нужно проводить минимум среднесрочной перспективы, не циклясь, опять же, на каких-то внутридневных или даже за более короткие промежутки времени, таймфрейма, потому что фундамент не подсказчик явный, не тот, скажем, инструмент разбора ситуации на рынке для того, чтобы была возможность формировать, опять же, представление о том, как действовать в моменте. Фундамент – это игра на более длительной дистанции, скажем, даже лучше забег. Поэтому каждый раз, когда мы с вами, собственно, говорим про фундаментальный анализ, друзья, я повторяю это, но надеюсь, что, может быть, наступит тот самый момент, когда эти повторения будут лишними, и все будете и без меня понимать, что раз мы интересуемся фундаментом, значит, мы интересуемся основными импульсами для трендовых движений, значит, нас интересуются фундаментом не через 15 минут, а на более длительные, опять же, интервалы времени, на средние, долгосрочные перспективы. Надеюсь, то, что это представление у вас уже есть, надеюсь, то, что та информация, которую я собираю для вас, друзья, она полезна. Вы используете ее для долгосрочного анализа, вы используете ее для того, чтобы понять, что с активом может произойти, скажем, в данном случае, если говорить непосредственно про вебинар, о перспективах недели. Ну, лучше, конечно же, даже метить на более длительный срок. В прошлые две недели, снова повторюсь, ну, наверняка вы заметили, я отсутствовал, мои коллеги меня подменили, снабжали вас информацией, я уверен, что вам удалось провести даже не одну прибыльную сделку. Сейчас я снова перехватываю инициативу, снова беру вот эту палочку из стафет, и поэтому буду с вами, друзья. Неделька у нас текущая по событиям, мягко говоря, не суперская, но, с другой стороны, мы понимаем то, что это не совсем обычная неделя. Это рождественская неделя, это неделя, которая будет связана и, в принципе, будет проходить под грифом крайне низких показателей, собственно, ликвидности, но в то же время стоит обязательно отметить то, что отсутствие ликвидности – это, отнюдь, не причина, по которой мы не видим серьезных движений. Наоборот, когда рынок низколиквиден, он является весьма тревожным и нервным на реакции на те события, новости, которые появляются на финансовых площадках, поэтому даже, к примеру, пресловутый отчет, на который мы, возможно, в нормальных условиях торгов не обратили бы внимание, в условиях низколиквидности этот отчет может скроцировать серьезные движения. Кроме того, мы научный опыт, мы знаем, что происходит с инструментами, мы знаем, как они реагируют на большинство отчетов и понимаем то, что для финансовых инструментов есть еще такое понятие, как сезонность торгов. Новогоднее раль, оно обычно является довольно интересным для трейдеров, потому что это неделя, которая завершается, собственно, очередной год, и, как правило, это та самая неделя, когда управляющие крупных фондов пытаются по максимуму, опять же, выжать все, что может, только выжать из всех секторов финансовых рынков, чтобы заработать себе приличные бонусы и премии. Друзья, в целом, как это можно использовать? Ну, по крайней мере, ждать, что рынок просто так не позволит, спокойно, легко перешагнуть нам в 2018-м. Поэтому я настраиваю вас на то, что у нас впереди. Несколько дней повышенной волатильности. Будем надеяться, что эта волатильность какое-то время, возможно, будет и неопределенным, то есть замешательство, неоднозначность реакции трейдеров. Но, в конце концов, под конец этой недели мы должны с вами вырулить по нашему классическому набору инструментов именно в то направление, которое прогнозировалось нами ранее. И раньше мы еще хотели достигнуть цели. Но особый акцент я снова делаю на доллар, который вроде бы как и не теряет серьезно своих ценовых позиций, но и не растет. Для нас, как для трейдеров, которые поставили на рост доллара, это не есть хорошо. Поэтому, надеюсь, друзья, то, что американская валюта сделает для нас еще один новогодний подарок и все-таки сможет крепиться против большинства своих конкурентов и, в частности, против иены, сможет добраться до заветной цели в 115. Хотя, наверное, этот уровень крутоват, но я не оставляю надежды, друзья, то, что приблизиться к этому значению мы сможем. Тем более, что сейчас, как вы знаете, есть для этого самых, что есть, подходящих фундамент. Предлагаю несколько отойти от нашего привычного сценария, который мы используем, собственно, в вебинаре «Правильный понедельник». Обычно я прям шаг за шаг, степ-бай-степ, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница и то, где находятся инструменты там. А поскольку все-таки выпал на две недели, друзья, я считаю то, что, думаю, вы можете позволить мне приближаться в целом по отдельным категориям инструментов и говорить о том, что происходит с ними сейчас не в разрезе, там, скажем, какой-то определенной такого сессии, а в разрезе, опять же, предыдущих двух недель, которые случились. Это позволит нам наверстать, опять же, может быть, пробел по тому, что произошло с ними и пробел в отсутствии какой-то значимой информации, которой мы должны владеть, особенно если эта информация касается того актива, который мы с вами спекулируем. Вот, начнем давайте с австралийского доллара, который на текущий момент активно растет. Хотя я надеюсь, друзья, то, что вы воспользовались мои прежние рекомендации, поставили на коррекцию, на снижение, потому что мы достигли многомещенных минимумов две недели назад и практически коснулись нашего хода на варентин. Сейчас австралийцы подрос и находятся на отметке 0,7715. Лично я этим активом сейчас уже не торгую, потому что считаю то, что локально из него мы под конец хода выжили все, что можно было только выжать. Но знаю, что кто-то из вас все-таки торгует, поэтому, чтобы вы были в курсе, я обязан сейчас познакомить вас с тем фундаментом, который сейчас является двигающей силой для этого инструмента. Как вы знаете, на прошлой неделе были опубликованы последние протоколы заседания Резервного банка Австралии. Я детально покопался в их содержании, сущности, и хочу отметить то, что они, в принципе, неграммы не отличаются от того, что мы слышали за месяц до этого. То есть протоколы, которые снова указали нам на то, что текущий курс национальной валюты полностью соответствует тем целям и вектор монетарной политики, то есть мягкой политики, тем целям, которые были обозначены по инфляции и экономическому росту. Что касается дополнительных заявлений, то Резервный банк Австралии, как и всегда, использует такую фразу, это фраза комментариев, которая не изменяется на протяжении последних, по-моему, 5-6 заседаний, то, что предупреждение. Более высокий обменный курс австралийского доллара может, конечно же, затруднить процессы достижения целей по росту по инфляции, ну и в лучшем случае даже растянуть во времени именно возможность касания вот этих целевых значений. Из проблем, ну я думаю, что те, кто торгует австралийцем, знают, что Резервный банк Австралии постоянно делает акцент на крайне высокие показатели закрепованности, это раз. Резервный банк Австралии регулярно делает акцент на то, что работает с низкой инфляцией, с низкой производительностью труда и, собственно, активности промышленного сектора. Эти проблемы пока не удается решить, но я думаю, что самая важная главная проблема – это закрепованность нового хозяйства, действительно это так, и Резервный банк Австралии искренне верит в то, что прогресс на рынке труда сможет помочь отчасти преодолеть эти трудности. Но я не столь оптимистично настроен в отношении перспектив австралийца и в отношении того, что Резервному банку Австралии и австралийской экономике удастся преодолеть эти проблемы, потому что прогресс он наблюдается на протяжении практически последних шести месяцев, однако какого-либо серьезного сдвига не произошло. Ну, сколько еще времени нужно, если не полгода. Поэтому нужно все-таки быть реалистым и понимать то, что Резервному банку Австралии нужно искать источники роста для экономики, источники более здоровой потребительской активности для седения, в чем-то еще. Возможно, ответы, скажем, на этот вопрос, вот эти источники роста будут найдены, но в текущем этапе мы их, соответственно, не видим. Поэтому даже несмотря на комментарии Резервного банка Австралии о прогрессе, который сохраняется на рынке от труда, я все-таки считаю то, что пока что рано говорить о том, что Резервный банк Австралии сможет улучшение ситуации с заработными платами вытащить и потребительскую активность, и, соответственно, просимулировать рост векляции. А если нет таких оснований, то считаю, друзья, то, что и спустя месяц у нас риторика будет прежней, эта риторика будет сведена к следующему заявлению, то, что более дешевая валюта для экономики важнее, чем и, скажем, полезнее сейчас на текущем этапе, сподручнее, чем дорогая. По австралийцу, что касается долгосрочных перспектив, хочу отметить то, что есть у нас такой незыблемый сакральный уровень, это 0,8, от него мы неоднократно уже отталкивались, начинали активно продавать, потому что по мере того, как возле этого значения шла проторговка пары, мы слышали заявление от Резервного банка Австралии о том, что текущее значение, они прямо ссылались на котировки 0,8, являются просто критическими и переломными для экономики. Либо удастся убить рынок в том, что нужна более дешевая валюта и курс австралийца пойдет ниже, либо Резервный банк Австралии готов проводить валютную интервенцию. В любом случае уровень 0,8 долго не держался, мы провалились ниже, достигли по сути планки 0,75, друзья, и сейчас я вас снова призываю к тому, чтобы вы особо не торопились с покупками этой валюты, потому что уверен, мы увидим еще перепись локальных минимумов, тем более, что стоя только доллару снова активно расти, отыгрывая тот фундамент, который сложился, давление будет оказано на всех его основных конкурентов и валюты страны океана и в их числе. Что касается новозеландского доллара, который тоже сейчас активно растет, и можно даже отметить то, что проводя параллели австралийцы и новозеландцы, то, что они показывают, мы видим то, что фон разнится в самом деле этих инструментов, но при этом динамика очень схожа. Может быть, действительно сейчас трейдеры отыгрывают не то, что нужно отыгрывать в плане национальных экономических новостей, но вот в данном случае мягкая риторика Резервного банка Австралии могла бы стать причиной слабости от строительства, а не стала. По данным по экономическому росту Новой Зеландии, вы сейчас, друзья, видите на своих экранах, статистика хуже, чем мы наблюдали ее месяц назад, и это данные, которые, конечно же, можно было бы использовать, чтобы ослабить курс Новой Зеландии. Но он, к сожалению, не ослаб, новозеландский доллар, в принципе, показал такой же самый рост, как и Австралийц, значит, есть какая-то другая причина, и, возможно, эта причина связана с тем, что доллар никак не может восстановиться. И если нет участников рынка уверенности в том, что будет расти американская валюта, соответственно, и нет оснований, чтобы скидывать рисковые инструменты, против которых торгуется доллар. Это все констатация того, с чем мы работали на прошлой и две недели назад. Я хочу сказать, друзья, то, что в начале 2018 года все может радикальным образом измениться. И то, насколько быстро эти изменения произойдут, находятся в прямой зависимости от того, как быстро начнет расти долг. Я все-таки продолжаю искренне верить в то, что американская валюта будет стоить гораздо дороже уже в самое ближайшее время, поэтому даже буду пытаться отговорить вас от того, чтобы вы занимались сейчас длинные позиции по австралийцу и Новой Зеландцу. Хочу, чтобы вы нашли достаточно техническое подтверждение того, почему на средний срок, и уж тем более на долгосрок эти инструменты можно продать. С точки зрения фундамента я буду, опять же, делиться с вами статистикой. Вы видите, что статистика явно против австралийца и Новой Зеландца. Вы помните то, что и резервный банк Овсталь, и резервный банк Новой Зеландии – это регуляторы, которые сейчас проводят не то чтобы ультрамягкую, но мягкую экономическую политику. И по-прежнему продолжают сигнализировать нам о том, что выходить из нее и отказываться от этих экономических символов, они на текущем этапе не собираются. Дальше идем. Европейская валюта на протяжении всей недели активно росла. Причин для роста было очень много. Это политические факторы, это статистика, политические факторы связаны с тем, что появились сообщения о том, что социал-демократы, которые раньше никак не хотели договариваться с Санглом Меркель, вроде бы как снова готовы сесть за стол переговоров и обсудить возможность формирования коллекционного правительства. Не знаю, очевидная ли это улка на рынке, выйдет ли что-то из этого, но новостей мы давно не слышали по поводу именно коллекционного правительства из Германии. Мы знаем то, что эта тема очень болезненная, учитывая то, что Меркель, которая была полностью с авторитетей и столкнулась с реальностью, которая показывает на то, что не так, и не хотят договариваться даже прежние союзники. Это, на мой взгляд, довольно тревожный звонок, который да уже стал причиной того, что трейдеры были вынуждены усомниться в политической стабильности Германии. И это было одним из, собственно, основных базисов, почему европейскую валюту особо-то покупать активно и не хотели. И сейчас мы видим то, что, да, уровень 1.18, но каждый последующий пункт для европейской валюты дается все труднее и труднее, потому что есть вот эти вот камни-гири, которые висят на курсе, эти гири, связанные с потенциалом роста доллара. И это, собственно, политическая тема, которая все более и более актуальна. Это даже, говоря не только про Германию. Вот, чтобы не отходить от политической темы, вслед за позитивом политическим, который был связан с возможностью помирования традиционного правительства партии Меккель и социал-демократов, вы видели то, что в пятницу евро активно просел. И это снижение стало следствием уже появившейся информации, ну, это даже не появившейся информации, это итоги голосования в Каталонии, то, что победу на региональных выборах одержала партия, которая радует за независимость региона. Большее количество голосов, в частности, у сепаратистов, скажем так, 70 голосов в парламенте, всего в парламенте 135 мест, и большинство уже за ними, друзья. Евро сводился к отметке 1,1816, потом чуть-чуть восстановился. Но думаю, то, что дальнейшее снижение европейской валюты – это вопрос в ближайших неделях. Я не верю, что евро сможет продолжить восстановительную динамику, напротив, уверен в том, что евро придется смириться с мощным потенциалом, который есть для доллара, это потенциал роста для американца. Потому что доллар будет дальше реагировать на восстановление доходности американских трежерис. Ну и, конечно же, вы сами понимаете, к какому импульсу роста может привести подпись Трампа под реформой налогообложения. Сейчас дело осталось только за ним. Казалось бы, некоторое время назад, уж в чем мы не снимались, так в том, что Трамп быстро подпишет этот документ, как только законопроект будет окончательно принят его финальная версия. Сейчас он уже принят, и что-то Трамп едет. Ну, может быть, хотел отдохнуть на рождественских праздниках. Возможно, есть еще время, друзья, до конца этого года. Может быть, действительно, как и было ранее обещано, этот законопроект станет полноценным законом уже до наступления 2018 года. Хотя есть версия, все-таки указывающая на то, что, скорее всего, с реформой, как состоявшейся, будем работать только в 2018 году. Из статистики по евро стоит отметить еще и индекс деловых ожиданий, и индекс текущей оценки ситуации в целом данных не подвели, так же, как и предыдущая статистика от Сью, может быть, она повлияла на рост евро, хотя думаю, что восстановление европейской валюты было связано с таким же восстановлением австралийца, новозеландца, то есть, понимаете, к чему я храню, это следствие всего слабого доллара, ну, либо доллара, который не торопится расти. Дальше идем по нефтянке. Нефть, к сожалению, тоже пока не собирается корректироваться, последние недели, это что ни день, то серьезный рост, и разокрыли мы по бренду непосредственной близости от нового психологического сопротивления, мощного уровня 65 долларов за баррель. Хочу сразу отметить, причин для роста не так уж и много, во-первых, это сообщение об отключении трубопровода в Северном море, в частности, это даже не трубопровод, это самая настоящая система, через которую транслируется 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Произошло это отключение после того, как оператор, не помню точно, как называется компания, в общем, это оператор, который следит за мониторингом и бесперебойностью работы инфраструктуры, следит за тем, чтобы техническая, собственно, мощность и среда оборудования были полностью исправны. Это их основная задача, потому что они отвечают за бесперебойность работы этого потока, этого нефтепровода. И как только в процессе очередного мониторинга всей дистанции были выявлены проблемы, по-моему, трещина в одной из трубопроводных, что же было принято решение тут же поставить на стол по транспортировке транзиции нефти до тех пор, пока проблему эту не удастся решить. Не буду врать, друзья, но вроде бы как вследствие этой трещины, действительно, практически были существенными, даже кто-то говорит о ценах колоссальным, это даже нанесло какой-то серьезный урон для экологической среды, ну понятно, это же все-таки нефти, да и то, что спохватились так быстро, это тоже говорит о том, что дело довольно серьезное. Последнее сообщение, то, что инфраструктуру удастся восстановить довольно-таки быстро, брали на это полтора недели, в частности, срок истекает уже буквально в текущие сессии действующей недели, возможно, снова нефть пойдет по этому трубопроводу до конца этого года, ну либо уж точно в первых числах января, поэтому, если на этот новостной фонд трейдеры как активно отреагировали, то основа возобновления его работы может привести к такому же резкому развороту. Из других причин, почему нефтянка выросла, можно снова вспомнить и статистику от администрации энергетической информации, от Американского института нефти, это данные, собственно, которые анализируют запасы нефти США, в частности, если говорить про администрацию энергетической информации, запасы нефти на прошлой неделе снизились на 64 миллиона, а в целом оценка Американского института нефти была тоже, похоже, минус 5,2 миллиона баррелей были, также позитивный комментарий от министра нефти Кумбейта, который снова отметил, что ОПЕК крайне порядочный с точки зрения соблюдения обязательства энергетического пакта, поскольку объем сокращения добычи не просто, скажем, полностью был выполнен, то есть выполнены взяты на себя обязательства, даже перевыполнили планы, 122% в соответствии обязательствам. В октябре мы помним, что ОПЕК называла цифры тоже выше 100%, 116%, но лично мое мнение, друзья, я не очень-то верю в то, что настолько чистоплотен ОПЕК в текущих показателях, потому что очень сильно разнится картина оценки непосредственно самого ведомства ближнего восточного картеля с оценками, которые даются немного более непредвзятыми структурами, такими как Международное энергетическое агентство и Администрация энергетического формата, там цифры другие, и эти цифры, если вы помните, я периодически в начале каждого месяца на них делаю акцент, говорят о том, что ОПЕК не на 100% даже соблюдают взятые выступления обязательств. Я склонен верить этим цифрам, поэтому на комментарии министра нефти я особо внимания не обратил, надеюсь, что они не стали причиной роста нефтяного актива, то есть рост нефтянки произошел, но он был базирован на других основаниях. Не столь забывать про отчеты нефтесервисной компании Baker Hughes, в частности, две недели назад мы помним, что в соответствии с данными количество нефтяных терминалов сократилось в первые за последние шесть недели до 747 единиц, и на прошлой неделе мы помним то, что количество нефтяных станций в принципе совпало с оценкой двухнедельной давности их 747 по-прежнему. Я считаю то, что это медвежий сигнал, потому что раньше, да, снижение числа терминалов это свидетельство того, что бум останцевой активности может быть сходит постепенно на нет и начинает переновывать в США. Но последние цифры снова указывают на то, что американские производители добывают все больше и больше. Нефти количество терминалов должно растерзнуть, и возможно уже на этой неделе мы переварим с вами за 750, я в это верю. Хочу добавить вам еще статистику от администрации энергетической информации. Как вы знаете, каждую среду мы с вами разбираем не только данные по запасам нефти и запасам бензина и дистиллятов, еще публикуются данные по непосредственно объему добычи. Так вот, на текущий момент производство нефти в Штатах уже составляет 9,8 миллионов баррелей в сутки. Это очень и очень много. Это практически исторические максимумы. Остается совсем в счете 200 тысяч баррелей для того, чтобы выйти на планку в 10 миллионов в сутки и потеснить уже Россию и Саундскую Аравию. Есть ли шанс, чтобы Штаты добрались до этого уровня? Да, конечно же, есть, друзья, нефтянка, потому что только по прогнозу, опять же, в ведомстве администрации энергетической информации в январе стоит ожидать прирост примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. То есть, возможно, в феврале мы уже с вами коснемся планки 10 миллионов баррелей в сутки. Ну и вопрос, но он риторически, он не требует ответа, особенно для тех, кто следит за показателем спроса и предложения. Как вы думаете, что произойдет с нефтянкой, когда Штаты окажутся на первом месте по объему добычи и доберутся до вот этого заветного уровня в 10 миллионов баррелей в сутки. Напоминаю то, что Штаты, в отличие от других регионов, большинства других регионов, которые являются участниками энергетического факта, не обременены никакими обязательствами. Они не должны снижать объемы добычи. Напротив, прочие регионы, которые поддержали это соглашение, сейчас вынуждены соответствовать обязательствам. И то, что они сокращают объемы добычи, они, значит, вы понимаете, по сути, вращаются с определенной долей рынка, которая им ранее принадлежала. То есть они добывают меньше, а у покупателей при этом спрос не снизился, он остается на высоких значениях, и партнерам им нужно восполнять эти запасы. Каким образом искать новых поставщиков и Штаты готовы помочь в этом плане всем. Именно поэтому они раскупорили свои статистические запасы, именно поэтому они добывают такие объемы, показывают такие объемы по добыче, по производству. И именно поэтому я не сомневаюсь в том, что Штаты сохранят такую роль и статус того самого региона, который будет оказывать нарушительное воздействие на всю нефтьянку и сводить на нету. ...это нефтьянка, который направлен на сокращение избытка нефти на глобальном рынке черного золота. Штаты — это главная, фундаментальная, скажем, площадка, которая будет, на мой взгляд, оказывать понижательное давление на категорию черного золота. Поэтому, друзья, если вам хочется поспекулировать через рост нефтьянка, это на собственный страх и риск. Я, к сожалению, особо фундаментально вас в этом плане не поддержу, поскольку вижу вот эти сигналы, они постепенно статистически появляются на рынке, поступают на него порционно, небольшими объемами, кто-то их даже не замечает. Но это те отчеты, которые по-прежнему свидетельствуют о том, что на рынке черного золота очень много нефти. Спост по-прежнему отстает от прогнозов, которые было обозначено ранее. Запасы зашкаливают и на несколько сотен миллионов баррек и восходит в среднее значение, которое мы наблюдали в средние пять лет. Поэтому, друзья, я жду разворотов по нефтянке. Надеюсь, что, когда стартуют таргеты, произойдет не то чтобы считанные часы, но совсем скоро, после рождественских праздников, мы вернемся на рынок черного золота и будем констатировать с вами непосредственно снижение этого инструмента. Тем более, что мы уже забрались очень высоко. 65 долларов за баррель по бренду – это много, да и по WTI тоже торговлись очень высоко. Нужно уже спускать пониже эти инструменты. И я делаю очень большую ставку еще, опять же, на очередную порцию статистики по запасам, по объему добычи и по количеству нефтяных терминалов от Baker Hughes. Но не забывайте также, мы с вами ждем все-таки возобновления работы нефтяной системы Fortis System, которая функционировала до некоторых пор в Северном море. Ждем, когда снова через этот трубопровод пустят нефть и когда через рынок, точнее на рынок снова будет транслироваться через данный хаб транзитом больше 500 тысяч баррелей. в сутки. Дальше идем, друзья. Доллар, японская иена, локальный максимум, который мы наблюдали в рамках прошлой недели – это 113,63. Это тот уровень, который долго смог достигнуть после того, как появились сообщения об окончательно прошедшем согласовании реформы здравоохранения, точнее реформы налогобложения в Сенате и в Палате представителей, можно сказать, в Конгрессе в целом. Если вы упустили суть этого законопроекта, там были небольшие правки. Самое главное, пожалуй, из них – это то, что налог все-таки снизить не до 20% с 35, как предполагалось ранее, а до 21%. Ну, невелика разница. Также были обозначены особые условия налогобложения для прибыли компаний, которые получаются на зарубежных рынках. По ставкам я особо не вникал в подробности, но вроде бы как не сильно отличаются от того проекта, который мы видели ранее. Цель, друзья, всей этой реформы, как вы помните, конечно же, стимулирование активности потребителей. Как это связано между собой? Ну, ожидается то, что чем больше денег, скажем, корпорация будет экономить на налогах, тем больше средств будет вкладываться на выплаты дивидендов, на выплаты, скажем, в целом акционеров, на расширение производства, на создание новых рабочих мест, которые будут, разумеется, следствием новых производственных мощностей. Конечно же, при такой логике здесь трудно чему-либо предаться, потому что, ну, это действительно так, потому что если у компаний, особенно таких прогрессивных, у компаний развитых рынков появляется больше ликвидности, эти средства идут на расширение производства и собственного присутствия на рынке. Я ожидаю то, что прибыли компаний могут увеличиться на 10%, друзья, и ожидаю то, что в связи с этим, скажем, как и десятины компаний начнут делиться и с собственными рабочими, посредством увеличения заработных плат. Не буду особо вдаваться в подробности, но вот по некоторым банкам и некоторым крупным корпорациям американского рынка уже ожидаются, что если реформа будет принята до конца этого года, то все сотрудники получат дополнительные бонусы в ситуации. Это, своего рода, 13-я заработная плата, еженовременная выплата для, ну, в зависимости от, конечно же, уровня оклада, в зависимости от позиции, которую занимают сотрудники, но в среднем это около 1000 долларов. И за оплату должны поднять по ежемесячным меркам, точнее ежечасовым меркам оплаты труда с минимальных в текущих 12 долларов до 15, это в целом. Ну, конечно же, серьезные изменения, друзья, вы понимаете, что речь идет о росте за оплаты в целом, если говорить по часовой оплате, больше чем на 15 процентов. Конечно же, у потребителей, у которых повысятся доходы, будет стимул и причина, чтобы больше тратить. Больше траты, больше траты, это и есть демонстрация самая очевидная, больше потребительской активности, которая по-прежнему для американской экономики остается главным триггером для роста экономического расширения. Так вот, вернемся все-таки к реформе налогообложения. Голосование прошло, отначательный документ уже принят, и министр финансов США Стивен Мучин, в принципе, еще на конференции на прошлой неделе дал понять, что теперь все зависит от Дональда Трампа, как быстро он подпишет его. Позитивная эта новость для рынка? Да, конечно же, позитивная, друзья. Мы ждали эту реформу в течение целого года, и вот под занавес 2017 года она наконец-таки по реализации близка. Доходность десятилетних казначейских облигаций сейчас придет не то чтобы в космос, но уже торгуется на максимумах с марта этого года, цепляется за показатели 2,5%, и я уверен, что по десятилеткам пойдем выше. Разумеется, чем выше доходность Трежерис, тем более весомое основание для укрепления позиции американца. И думаю, что доллар, пусть он немного и просел в рамках пятничной торговой сессии, но все равно вот эта локальная слабость незначительная, там несколько пунктов всего, это еще один сигнал того, что если есть причины, из-за которых доллар должен слабеть, он не особо их торопится отыгрывать, потому что бороться и пытаться, скажем, пересилить по значимости позитивный фон, касающийся налоговой реформы, но невозможно и не под силуя никакому другому фунтаменту, тем более, что... ...политики будут получать поддержку сильных отчетов, и будут опираться на веру в удвоение экономического роста благодаря налоговой реформе Трампа. И сейчас вот все вот эти победы, они как никогда близки, часть из них уже привели к тому, что доллар смог выбраться вот с такого кабального уровня, чуть выше 111, и стремится постепенно растет к заветной цели в 115 йен против доллара. По статистике, друзья, я хочу отметить релизы, которые также были на руку, на лапу покупателям американцев, это экономический рост 3,2%, чуть ниже, чем мы наблюдали в прошлом квартале, но, согласитесь, равенство на целых 1,5% это ерунда. Тем более, что 3,2% это лучшее значение среди развитых стран, это еще рост, как удалось показать американской экономике без налоговой реформы, что будет дальше, возможно, мы увидим показатели и свыше 4%, которые иметь его Трамп. Я лично не сомневаюсь в том, что основания для этого есть. Экономика, как я уже отметил, по-прежнему упирается на крайне существенные мощные показатели потребительской активности, рост активности потребителей, это основной триггер для экономического расширения. Мы еще в прошлую пятницу получили данные по личным расходам и доходам. Расходы выросли сразу в три раза в сравнении с показателем месячной давности с 0,2 до 0,6. Это еще один, друзья, сигнал и еще одно подтверждение того, что дальше, скорее всего, мы будем работать с более лучшими показателями по экономическому росту, с более сильными данными. Заявки на пособие по безработице, да, пусть и рост на 20 тысяч, до 245 тысяч, но я не устаю повторять, что до тех пор, пока мы держимся ближе к 200 тысяч, это прогресс для данного сектора. Мы видим, как этот прогресс уже привел к тому, что уровень безработицы снился до 4,1%, а некоторые представители ФРС, я не представитель ФРС, но я вижу вот эти статд-данные, вижу, на чем опираются комментарии среди того, что безработица может просесть даже до 3,7%. Вы представляете тогда, какое количество новых рабочих места должно создаваться в ближайшем месяце, вы представляете, где могут оказаться и уровни заработка, потому что, по сути, весе, свободные ресурсы трудовые, которые есть на рынке, они сейчас вымываются с него, возникает даже, возможно, где-то дефицит кадровый, а самый лучший способ конкурировать за социально стоящего, действительно интересного сотрудника, это повышать заработные платы. Вот такие простые тоже экономические параллели, они должны быть у вас на вооружении, тем более, что если доллар находится в арсенале ваших торговых позиций, и вы работаете с фундаментом, не только с техникой, пытаетесь найти какое-то мощное объяснение того, что может произойти с долларом дальше. Я считаю, что вот тех причин, которые я перечислил, вполне достаточно, чтобы поверить в американца и поверить в то, что мы не просто коснемся отметки 115 против йен, мы сможем получить, скажем, импульс для более высотых ценовых назначений. Дальше идем. Фунт. По фунту пока ситуация, на мой взгляд, довольно-таки неоднозначная. Я постепенно начинаю все-таки возвращаться к трейдингу и этим инструментам. Ранее мы достигли нашего тейк-профита. Я взял локальную паузу и сказал то, что как только будут возможности, будут мощные сигналы, с которых с фунтом можно будет поступить так или иначе, я не к вам расскажу. В целом сейчас по брызгу, друзья. Переговоры ведутся. Мы видим периодически изучающиеся комментарии от представителей Европейского Союза о том, что переговоры зашли в тупик. Тут же мы видим, как эти комментарии парируются с заявлениями Терезы Мэй о том, что, несмотря на весь этот шум, работа продолжается. А фунт в связи с этим тоже не может понять, как реагировать на этот фундамент. На протяжении не то чтобы нескольких недель, вы посмотрите на дню-таки, мы несколько месяцев с вами болтаемся уже в коридоре, с которого мы можем выбраться. Этот коридор сейчас держится в диапазоне 1,30, даже поменьше, 1,31-1,35. И думаю, что большие шансы у нас все-таки прорваться выше. Почему я так считаю? Потому что я верю, что затянутый уже на год процесс Брэнзита, он должен уже, точнее, отсутствие какого-то мощного прогресса, должно надоесть уже обойду сторонам. И нужно уже договариваться, потому что, ну, может быть, плохой мир в данном случае будет лучше, чем хорошая война. И неопределенность, она ведь составляет неначать и корпоративный сектор, потому что компании до сих пор гадают, что будет с экономикой Великобритании дальше, сможет ли Великобритания сохранить доступ к европейскому рынку, останутся ли ключевые банковские подразделения в этом регионе сохранить ли за собой Лондон на статус финансового центра и так далее. Эти вопросы, они очень важны. Поэтому, скорее всего, осознание и понимание того, что договариваться нужно, оно должно идти на рынок. Соответственно, как это может повлиять на фонд? Ну, конечно же, это может стать очень неплохим условием и базисом для его роста. Мы следим еще за статистикой, друзья. Темп экономического роста Англии в годовом выражении у нас 1,7%, а против прошлого роста на 1,9%, а в квартальном у нас рост на 0,4%. Для кого-то это может показаться слабой цифрой. Я считаю, что нет, друзья. Цифра очень хорошая. 1,7%. Мы, в принципе, совпали с прогнозами. Я думаю, что дальше экономический рост пока что при текущем фундаменте вспомнится последний показатель активности в сфере услуг и промышленности. Там ведь индикаторы по-прежнему находятся далеко за 50, то есть уровень, который отделяет восстановление от спада. Поэтому эти релизы, конечно же, можно использовать, чтобы верить в более сильные показатели экономического роста. И, ко всему прочему, я хочу, чтобы вы не забывали про то, что, собственно, у нас поддержка статистики, ожидания более стоящих показателей, более сильных показателей УП, у нас еще ожидания, которые связаны с политической темой прогресса по Брейзету, у нас еще с вами и четкое понимание, почему Банк Англии должен повышать процентный став. Я надеюсь, что вы знаете ответ на этот вопрос. Если не знаете, скажу слова, потому что рост процентных ставов сейчас, в принципе, жизненно необходим для английской экономики из-за тех, звучащих показателей по инфляции, которые существенно опережают темпы роста 40-х ватт, тормозят в принципе активность потребителей и экономическое восстановление. Это прекрасно понимает и Банк Англии, поэтому, уверен, каждое последующее заседание Банка Англии нас будет готовить к тому, что политика будет становиться все более и более жесткой. Такие комментарии, они, как правило, оказывают влияние на национальную валюту точно такой же, как, скажем, если бы комментарии были мягкие, мы бы наблюдали ослабление полоса актива. В данном случае комментарии жесткие, мы бы рассчитывать на то, что рост, собственно, пункта продолжится. Это, друзья, что касается событий прошлой недели. Хотел я еще поговорить про криптоинструменты, но давайте все-таки оставим это на десерт и на брифинг завтрашнего дня. Вот завтра я еще раз коснусь основных событий, которые мы сегодня в целом уже с вами проанализировали и поговорим про то, что сейчас творится с биткоином, творится с альпкоинами. Попробуем понять причины, которые могли стать, опять же, источником такой турбулентности и в конечном счете спровоцировать такую мощную коррекцию. Для разогрева, друзья, будет причина, чтобы завтра присоединиться к брифингу, который состоится в 9.30 по московскому времени, как и всегда. Не забывайте, что я снова строю. Я буду его проводить. Надеюсь, что вы все от меня отдохнули. Хочу в это верить, друзья. Но теперь, к сожалению, снова буду мозорить вам глаза, потому что это моя работа, моя задача держать вас в курсе всего происходящего. Надеюсь, что информация многим полезна. По событиям текущей недели особо выделить нечего. Завтра у нас тоже такой спокойный день, в принципе, как и сегодня, но отсутствие статистики и инфоповодов – не причина, по которой мы не должны готовиться к повышенной волатильности. Я уже отметил, что низкая ликвидность – это, с одной стороны, и доказательство отсутствия на рынке определенного количества трейдеров, но, с другой стороны, низкая ликвидность – это явно то, что должно держать нас в тонусе, потому что движения, если пойдут, они будут в разы круче, чем движения при нормальном рынке. Из событий среды – отчет американского уникновенного института, то есть вы понимаете, что если у нас на неделе выпадает праздник, там, в случае Рождества на понедельник, отчеты едут на сутки вперед. Вот отчет американского уникновенного института мы сейчас с вами разбираем в авторник, в этот раз в среду, и, соответственно, в четверг у нас будет уже статистика официальной, по естественной энергетике США. В четверг у нас ждут первичные заявки на пособие по безработице. Здесь ждем снова хороший отчет, который может поддержать, собственно, рост американского доллара. Друзья, вот сейчас, в пятницу, вы увидите то, что институт потребительских цен – это, собственно, не по штатам отчет, я здесь описался, прошу прощения, это по Германии. Мы посмотрим на статистику по инфляции Германии, потому что для нас этот отчет является свободой репетиции того, что мы можем по инфляционным показателям в рамках всей еврозоны. А статистика по инфляции в еврозоне, она влажна, как и всегда, потому что от нее мы пытаемся плясать, определяя дальнейший вектор монетарной политики. В 18-й год уже, друзья, вот совсем скоро начнется. В 18-й год многие считают, что станет годом существенной нормализации денежных европейской центральной политики и повышения процентных ставок европейского центрального банка. Я сразу хочу сказать, можете потом посмотреть, спустя год, возможно, вебинару вы поймете, что европейский центральный банк не будет получать процентные ставки в этом году. А, соответственно, друзья, у нас, как и раньше, с вами прекрасные возможности искать точки, но только для продаж евро, но ни в коем случае не для опаковки. Замыкать неделю будет еще отчет Бейкерфьюз по активным терминалам. Ну и заключительный слайд, как и всегда, мы закрываем каждый торговый, каждый вебинар в правильный понедельник, это ориентиры по основным валютным парам. Вы сейчас, собственно, видите на своих экранах. Друзья, хочу поблагодарить всех, кто смог присоединиться к вебинару, может быть, не в совсем удобное время, в условиях, когда торги не ведутся из-за праздника, ну и, в принципе, в нелегкий понедельник, который многим дается трудно, потому что всегда недельник – день тяжелый. Большое вам спасибо, что вы нашли время, надеюсь, что информация была вам полезна. Не забывайте, что гораздо, скажем, эффективнее даже присутствовать на брифингах, которые проходят в прямом эфире в 9.30 московского времени каждый день. На них я делаю большой акцент на самую актуальную информацию, мы стараемся не упускать ничего, я стараюсь не упускать, ничего, держать вас по скосе, прям по горячим в моменте, чтобы вы были вооружены фундаментом и имели возможность его адаптировать к вашему виду рынка, к технике и уже на основании этого выстроить какое-то решение. Ну, с ориентирами понятно, друзья, я верю в доллары, верю в то, что риск, кроме фунта, на этой неделе просядут, доллар и фунт, напротив, смогут неплохо подрасти и, опять же, условия, которые сейчас на рынке спадаются, могут способствовать. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, увидимся завтра в 9.30 по московскому времени через приложение Перископ, друзья, прямой эфир проходит, можете установить его на свои мобильные устройства и смотреть, подключаться, опять же, тогда, когда начинается вещание. Буду рад вас всех видеть. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова